С вами Александра Абрамова и вы смотрите очередной выпуск программы Спортлайф на телеканале mmadfustv.com. Здравствуйте! Начнем традиционно с самых громких и интересных новостей из мира смешанных единобор за последнюю неделю. Стало известно, что на 14 января 2023 года назначен новый бой с участием бывшего бойца M1 Global в UFC, занимающего десятую строчку в рейтинге полусредневесов Шавката Рахмонова. Казахский атлет с ником Намат в этом году стал седьмым лучшим бойцом мира и топ-девятым среди всех известных полусредневесов 2022 года по версии сайта Topology. За всю профессиональную карьеру атлет не потерпел ни единого поражения, а победная серия составляет целых 16 поединков, 7 из которых спортсмен провел в рамках организации M1 Global. После победы над бразильским бойцом Тиаго Вариджаун на 102-м турнире российского промоушена в октябре 2020 года атлет получил право на дебют самой известной MMA-организации мира UFC, где на данный момент уже успел провести 4 победных сражения и выйти на десятую строчку в рейтинге своего весового дивизиона. Новым соперником Рахмонова 14 января станет американский спортсмен Джефф Стальные Руки Нил, который на данный момент занимает шестое место в рейтинге топ-полусредневесов организации. Пожелаем Шавкату удачи и продвижения вверх в рейтинге лучших из лучших. 2 октября в подмосковном городе Троицке прошел 57-й турнир MMA-серии Moscow Calling, в рамках которого мы увидели 12 насыщенных поединков. О супербоях и некоторых сражениях основного карда мы уже рассказали в предыдущем выпуске программы. Сегодня вспомним встречу белорусского спортсмена Ивана Кулака и Ильяса Казубая из Кыргызстана. На счету представителя клуба Академии MMA Ивана до крайнего выхода в октагон было 4 победы при нуле поражений. При этом три из них были добыты в рамках серии. Рекорд его нового оппонента Ильяса 4-4. Несмотря на то, что с начала поединка кулак сходу занял центр клетки, Казубай решил проявить инициативу первого удара уже через несколько секунд от старта, на что моментально получил жесткий ответный джеб навстречу. Первые две минуты начального отрезка в целом можно охарактеризовать как большое напряжение, но мало активных действий. При этом можно выделить гики в исполнении Ивана, явно наносившие ощутимый урон оппоненту, который, в свою очередь, пытался провоцировать кулака периодическими неакцентированными джебами. Весь первый отрезок атлеты провели в стойке и лишь на несколько мгновений оказались в тайском клинче в самом завершении раунда. Вторую пятиминутку начали активнее предыдущей. Иван вновь подключил свои фирменные правые кики, однако уже через минуту увел соперника в партер. В борьбе атлеты провели буквально 20 секунд и снова вернулись в центр клетки. После небольшого размена ударами теперь Ильяс попытался уйти в борьбу, однако оказался ненадолго в сжатом в сетку. Исход поединка решился в начале последней минуты второго отрезка, когда, захватив руками шею соперника, белорусский спортсмен нанес три удара коленом голову Ильяса. Кыргызский спортсмен потерял равновесие и позволил добить себя в партере. В итоге пятая профессиональная победа Ивана Кулака при нуле поражений. Хочется отметить еще один поединок – встречу двух дебютантов серии, представителя клуба Гор ММА Саидова Магомеда и Казиева Арсена из БК «Звезда», которая продлилась полтора раунда и завершилась удушающим приемом в исполнении Саида. Этот поединок в полутяжелой весовой категории начался с осторожной разведки оппонентами слабостей друг друга. Саидов работал первым номером и поджимал соперника, в то время как Арсен периодически провоцировал его лоу-гиками. Ближе к первой минуте раунда Магомед, вероятно, закончил читку соперника и предпринял попытку перевода хода сражения в борьбу. После небольшого клинча у сетки ему удалось опрокинуть оппонента на настил. Однако Арсен быстро перехватил инициативу, несмотря на выгодную позицию Магомеда, и оказался в его гарде. Несмотря на небольшое количество ударов, Арсен контролировал оппонента, проводя достаточное количество действий, чтобы реферий не поднимал бойцов обратно в центр клетки. Перейти в стойку атлетам удалось только ближе к концу первого раунда. Теперь Магомед уже не стал занимать позицию первого номера и старался вести себя более осторожно, чтобы подловить новый удачный момент для второго перевода оппонента. Но этого так и не произошло. Во второй пятиминутке атлеты вновь приступили к разведке. За первую минуту не было выброшено ни одного чистого и точного удара. Однако позднее Магомед перешел к более жесткому темпу работы, выполнив несколько плотных комбинаций. Один прямой джеб достаточно потряс Арсена, чтобы тот попытался вновь перевести бойпартер, обхватив корпус Саида. Однако именно это действие стало решающим, ведь с такой позиции представителю клуба Гор ММА оказалось очень просто опрокинуть Казиева через себя и уже через минуту задушить его в треугольнике. Поздравляем Магомеда с удачным дебютом на нашей площадке. 22 октября на телеканале mmadefistv.com и на сайте mmadefistseries.com состоится трансляция турнира ММА серия 58 «Fighters Mansion», который подарит зрителям множество интриг. Одна из них – выход Владислава Суколенко за третьей победой в профессиональной карьере. Представляющий клуб «Кузня» Владислав Суколенко дебютировал в профессиональном ММА совсем недавно, и именно на нашей площадке. Его первый выход в клетку серии состоялся на 51-м событии, где всего за минуту и 11 секунд он смог показать зрителям один из самых зрелищных боев вечера, несколько раз опрокинув Батыра Амирова через себя и затем задушив его. Также легко уже на 54-м турнире Суколенко расправился и с Александром Балауром, где поединок завершился на третьей минуте первого раунда и вновь с Абмишином. В рамках второго выхода тоже не обошлось без фирменных бросков. В социальных сетях коллеги и друзья Владислава называют его «анакондой». На предстоящем турнире мы вправе ожидать от Суколенко новые зрелищные броски и удушения, ведь кажется, в этом и заключается его фирменный почерк ведения боя. А новым соперником Владислава станет дебютант как на нашей площадке, так и в профессиональном ММА – российский атлет Аслан Азуханов. Будем с нетерпением ожидать этого поединка. Одним из главных сюрпризов предстоящего события станет появление в октагоне одного из самых ярких и хайповых представителей ММА-индустрии России – Артема Тарасова, который свою профессиональную карьеру бойца начал в лиге M1 Global. Артем Тарасов еще не успел выйти в октагон серии, а уже буквально разорвал наши социальные сети, назвав своего оппонента на предстоящий бой и заявив, что на самом деле готов драться с любым. Как оказалось, огромное количество бойцов готовы бросить ему вызов, о чем они наперебой высказывались на просторах интернета. Напомним, что путь атлета в ММА начался в далеком 2012 году с поражения более опытному Казбеку Магомедову. После неудачи Тарасов решил взять перерыв в профессиональной карьере, так и не успев ее толком начать. Эта пауза продлилась целых шесть лет, и уже в 2018 году Тарасов вернулся с серьезными намерениями и за два года набил серию из семи победных боев, в том числе принимая участие в событиях промоушена M1 Global. После этого Артем провел несколько поединков в поп-ММА-турнирах и даже попробовал себя в боксе. К данному моменту соперниками Тарасова были такие бойцы, как Александр Емельяненко, Вячеслав Дацик и Михаил Кокляев. Рекорд Тарасова на сегодня 7-3. Причем одно из последних поражений он потерпел от того самого Святослава Коваленко, чей дебют на нашей площадке в бою против Сергея Бобрышева закончился потасовкой и широким резонансом в социальных сетях. Ждем от Артема Тарасова зрелищный поединок в октагоне ММА-серии. А это была программа «Спортлайф» и ее ведущая Александра Абрамова. Следите за новостями промоушена на сайте mmadpseries.com и в наших социальных сетях, чтобы не пропустить новости о новых подробностях грядущего 58-го события ММА-серии. И обязательно смотрите телеканал mmadpseries.com, в особенности каждый четверг. До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова